Всем привет! Времени осталось совсем немного, поэтому мы будем немножко импровизировать. В этом году Kaggle Data Science Ball был задачей сегментации, instance segmentation, если быть точным. И это была обработка медицинских изображений. В этом соревновании мы заняли первое место на паблике и на прайвате с очень хорошим отрывом от всех остальных участников. В чем заключалась задача? Нужно было сегментировать ядра клеток. В трейне было 665 изображений, в стейже 1 было их совсем-совсем мало, то есть нельзя было на паблик лидерборд валидироваться нормально. И в стейже 2 было 3000 с лишним изображений, но из них непонятно сколько было на самом деле использовано для подсчета финального результата. Авторы до сих пор не хотят говорить. Метрика была почти mean average precision, только там еще false negative в знаменателе стоит. Как мы объединились вообще в команду? Мы тащили competition на топ-кодере, занимали там первое, второе, третье, четвертое места и решили на этот competition все вместе собраться и объединить наши знания и усилия. Лидера мы выбрали очень просто. Человек, который с первого сабмита пробьет наибольший результат, тот и будет лидером. В общем, я обучил свой любимый албунет и пробил первое место. Ну, в смысле, не во всем competition, а в среднем нас троих. Теперь самое интересное. Как мы готовили данные? Сначала мы просто брали клетки и разделяли их watershed line. Естественно, это работало не очень хорошо и давало нам скорые ниже 500, но это серебро было. Но нам, естественно, хотелось большего. Потом мы решили, что нужно предсказывать контур. Сначала мы просто взяли полный контур и брали зависимость ширины контура от размера клетки. Но это все равно плохо работало на длинных клетках, и контур иногда перекрывал полностью клетку, и все получалось фиговенько. Дальше пришла отличная мысль о том, что нам же не нужно полный контур предсказывать, нам нужны только места, где клетки разделяются между собой. Потому что это очень сильно влияет на метрику. И поэтому мы сделали вот такую вот картинку, которую хорошо, что видно. Зеленым — это разделение клеток, синим — это сами клетки. Разделение и клетки взаимно исключающие. То есть это давало не максимальный скорб, поэтому мы еще учили полные клетки, чтобы на них расширять. Какая главная цель была вообще в этом соревновании? У нас был маленький трейн и маленький паблик. И авторы конкурса говорили, что на втором стейже точно будут вообще другие данные из другого распределения. Поэтому мы просто взяли и закидали это аугментациями, которые только смогли придумать. Тут есть вполне стандартные типы контраста и афинных преобразований, шатания цветов, блур, флипы и так далее. Я скажу, что вот такие вот аугментации не тянутся на 8700К, на 2 1080i. То есть видеокарты простаивают. Из интересных аугментаций у нас были, ну, прям из очень интересных аугментаций у нас были всего две. Первое — это мы решили из черно-белых картинок делать цветные, потому что в трейне было очень мало цветных, а в паблике их было относительно много. И у нас, ну, как бы не хватало сильно цветных и не очень хорошо на них работало. Мы просто брали и ремапили черный фон в фон, который я взял с цветных, и белые светлые клетки ремапили в различные цвета клеток, которые тоже были взяты с цветных. Получались вот такие вот картинки. И Виктор еще предложил вот такую вот странную аугментацию копирования клеток. Она довольно хорошо у него работала. Тут суть в том, что мы берем кроп, вот, а клетки на него копируем со всего, с полного изображения, и таким образом у нас каждый раз получается вообще другое изображение, и сетка не переобучается. Вот. Еще мы очень хорошо докинули внешних данных. Вот тут можете видеть примеры картинок. Почти все они цветные, из различных датасетов. Все датасеты были найдены на просторах форума кегла, поэтому там все честно. И еще мы взяли 11 картинок и разметили их в гимпе, потому что они просто красивые и не похожи на все остальное. А дальше Селима расскажет про сети, про тренировку и все остальное. Ну, здесь, как всегда, не обошлось без стандартной сети UNET, стандартный энкодер-декордер со скейп-коннекшенами. Единственное отличие, что мы попробовали предыдущие сети из прошлых конкурсов, например, VG16 и ResNet34, и они не давали очень хороших результатов здесь. И, естественно, мы начали делать grid search и перебор энкодеров, и оказалось, что здесь работают, ну, очень тяжелые энкодеры. Я думаю, это было связано с тем, что мы использовали очень сильные аргументации, и легкие сети просто не могли это выучить. И с более интересной архитектурой я попробовал выигрышное решение с MS Cocoa Staff, которое использует Feature Pyramid Networks для сегментации. Основная идея в том, что мы берем выход с FPN, с P2, P5, и дальше пускаем две свертки, и потом это все конкатинируем в конечный пирог фичей с разными масштабами. Так как это было изначально в даунсемплинге 4x, мне пришлось докинуть еще скейп-коннекшен и два апсемплинг-блока, и, в принципе, результаты получились очень неплохими, как минимум, как UNET, но, в принципе, на других конкурсах я пробую, и сейчас она дает лучшие результаты. Далее, как мы все это обучали? Здесь виден ламповый свет от наших видеокарт, которые это все учили. Мы использовали стандартно 4 фолда. Мы также сделали оверсэмплинг по цветным изображениям, потому что их было мало. Использовали рандомные кропы 256, батч 16. Пробовали разные оптимизаторы, RMS Prop и Adam, но Adam здесь работал значительно лучше. Использовали небольшие learning rate, начинали с 1e-4 и дальше понижали. Так как мы использовали притренированные энкодеры, то это было тоже важно. Иначе, если мы начинали с большого learning rate, мы сильно били веса CMH Net. Обучалось все приблизительно за несколько часов. В среднем мы делали где-то 20 тысяч итераций. И, в принципе, это все сходилось. И далее для обучения мы использовали разные лосы, потому что у нас были некоторые дискуссии в команде по поводу того, что лучше, сигмоид использовать или софтмакс для разных каналов на разделение. Но, в принципе, работало и то, и другое. Был небольшой дисбаланс пикселей между масками и границами. И это решилось очень просто, когда мы просто посчитали dice loss для разных каналов, и потом это добавили к общему лосу кросс-энтропии. Обучалось все на, в принципе, почти одинаковых дебоксах, по две видеокарты, по одному процессору. По середине соревнования мне пришлось заменить процессор 7700K на 16-ядерный, потому что мне не хватило мощности для этих аккумунитаций. Далее. Как мы валидировались? Мы использовали мозаики как группы, чтобы не было лика. Но это все равно не помогло, потому что, в принципе, никак не совпадал score на AutoFolds с лидербордом. И, в принципе, как-то сложно было все тюнить. Но мы решили посмотреть глазами предсказания и нашли, что на некоторых изображениях можно увидеть генерализацию моделей. Мы выбрали какой-то такой чек-лист из шести изображений, по которым мы в целом еще смотрели визуально, как же наши модели работают. Это, в принципе, действительно показывало генерализацию. Например, мы пытались обучить VG-16. Виктор, по-моему, даже 30 часов ее гонял, но в итоге так и не получилось получить на этих изображениях хороших результатов. Далее. Самая интересная часть — это постпроцессинг. После двух недель участия у нас очень много моделей было, обученных на полных масках, обученных на урезанных масках, с тремя каналами, с двумя каналами. Все использовалось потом для Watershed, ансамблинга. И это в целом нам дало порядка 560 на лидерборде, но нам этого было мало, и Виктор решил применить свою модель, которая помогла ему занять третье место на Urban Mapper 3D соревновании. И она заключалась в следующем. Сначала делаются autofold предикшны, и по ним делается базовый постпроцессинг с Watershedом. Поэтому базовым постпроцессингом мы дальше идем и вытаскиваем фичи по каждому региону, такие как округлость, продолговатость, среднее предсказание, число пикселей и другие. Далее мы выбираем разные пороги для Watershed и смотрим, какие области получаются, и смотрим самый лучший Intersection of a Union для каждого ядра. Далее это все загоняется в тренировочный сет для LightGBM, и целью которого предсказать Intersection of a Union. В принципе, все. И далее по этому трэш-холду мы выбирали, как удалять их. Например, это пришлось, кстати, выставить вручную, потому что было переобучение на autofolds, и всегда пороги уходили в небеса, и были очень высокие значения, и у нас половина клеток удалялась. Конечный ансамбль у нас выглядел таким образом. Это порядка 8 сетей. Из них мы 8 использовали просто замешивая в среднем, и для масок, и для границ. Далее мы это постпроцессили механизмом, как и описано было ранее, и, в принципе, получали результаты. Так как соревнование было двустадийное, было очень много споров по тому, что разрешено и что не разрешено, но по ответам админов было понятно, что можно использовать лейблы с первой стадии для теста, для обучения сетей на второй стадии. Чтобы это проверить, мы решили сделать псевдолейблинг на паблике, и это очень хорошо сработало, и это объяснило наш прыжок в последний день с 578 до 598. И, в принципе, мы все эти скрипты подготовили и сделали сабмит, и все. И на второй стадии мы решили сравнить, что же нам дало до обучения на дополнительных данных. С первой стадии и оказалось, что, в принципе, была разница. Там, по-моему, 622 было до обучения и 631 после. Ну, и тут получили мы данные со второй стадии. Это вызвало бурные реакции, потому что они никак не совпадали с данными с первой стадии. Мы не знали, какие именно будут участвовать скоринги. И, в принципе, это вызвало волну реакций в интернете, которую мы можем увидеть здесь. Все понятно без комментариев, в принципе. Но на самом деле и организаторы, они все говорили, что не надо раньше времени паниковать. И, в принципе, они намекали, что данные выбраны нормально. И, в принципе, так и оказалось. Получилось все хорошо. Но на этом они не остановились, и они удалили половину лидерборда. Те, кто не засабмитил модель и кто засабмитил или делал какие-то изменения после дедлайна, они просто взяли и удалили. То есть многие люди потеряли медали. Это опять вызвало волну эмоций на форумах Kaggle. В принципе, они откликнулись и решили все исправить в конечном итоге. И теперь все довольны, все ждут медалей. И, в принципе, все. Спасибо.